Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Армения – важный партнер ЕС на Южном Кавказе. Может ли быть армянин-мусульманином? Карен Матвосьян опубликовал эксклюзивную фотографию. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. 9 марта составилось 5-е заседание правительства Республики Западной Армении. Заседание вел первый президент Республики Западной Армении Армейна Кабрамян. В ходе заседания участники обсудили общую ситуацию правительства Западной Армении. Первый президент Западной Армении Армейна Кабрамян обратился к Министерству наследия Республики Западной Армении, представив несколько проектов. Члены правительства предложили проекты. В ближайшее время государственное телевидение Западной Армении представит подробности проектов. 9 марта в эфире Вестерн Армения ТВ с речью выступила пресс-секретарь правительства Республики Западной Армении Армейну Исаакян, представив события прошедшей недели. 2 марта состояло 4-е заседание правительства Республики Западной Армении. Заседание вела президент Республики Западной Армении Лития Маркусиан в присутствии Армейна Кабрамяна и членов правительства. В ходе заседания была обсуждена общая ситуация правительства Западной Армении. Первый президент Западной Армении Арменак Абрамян коснулся судебных процессов по материальному и физическому ущербу, причиненному семьям, насильственно перемещенным из Арцаха, добавив, что сбор заявлений и необходимых документов граждан Арцаха продолжается. 21 февраля 2024 года в Парижском пантеоне бессмертных состоялась церемония перезахоронения Мисака Эмилине Манушан. Во время церемонии у входа в пантеон была указана дата 1915 год с надписью «Армения». Также изображена карта геноцида, совершенного против армян в Западной Армении. Геноцид 1915 года, совершенный турецким правительством Западной Армении, Франция впервые осудила 24 мая 1915 года, охарактеризовав его как новое преступление против человечества и цивилизации. За представление и утверждение произошедшего на высоком государственном уровне президент Республики Западной Армении, Национальное собрание Республики Западной Армении, правительство Республики Западной Армении выражает глубокую признательность президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону. Начиная с 1915 года различные государства приняли резолюции, осуждающие совершенный против армян геноцид. Соединенные Штаты трижды в 1916, 1919 и 1920 году принимали аналогичные резолюции, но они не остановили действия Османской империи. 24 мая 1915 года Франция, Великобритания и Российская империя выступили в совместной декларации, где также осуждали массовые убийства. Подводя итоги рубрики «Признала ли Россия геноцид, совершенный против армян?», телеканал Вестерн Армении 2 представляет несколько важных пунктов, которые уточнят ответ на данный вопрос. В совместной декларации Франция, Великобритания и Россия от 24 мая 1915 года говорится, в течение последнего месяца в Западной Армении при непосредственной поддержке османских властей происходит массовые убийства армян, совершенные курдами и турками. В середине апреля в Карине, Бетлисе, Муши, Сосуне, Зейтуне и по всей Киликии произошли массовые убийства армян. Были убиты жители сотен деревень в окрестностях Вана, именно в Ване армянский квартал был осажден курдами. В то же время турецкое правительство Константинополя подвергает арестам и беспретендентному давлению мирное армянское население. Принимая во внимание новые преступления, совершенные Турцией против человечности и цивилизации, союзные правительства России, Франции и Англии публично заявляют в Порту, что несут личную ответственность за эти преступления в отношении всех членов турецкого правительства, а также тех местных представителей, которые будут вовлечены в резню. Полная статья доступна на нашем сайте Вестерн Армения ТВ. Состоялась встреча главы представительства Восточной Армении в ЕС, посла Тиграна Балаянна с председателем Военного комитета Европейского Союза генералом Робертом Бригером. Об этом сообщает посольство. Генерал Бригер представил стратегию Евросоюза в военной и оборонной сфере и вытекающие из нее приоритеты. Введение общеевропейской безопасности отметим в этом контексте, что Восточная Армения является важным партнером ЕС на Южном Кавказе. Касаясь деятельности гражданской наблюдательной миссии Евросоюза в Армении, посол отметил, что она играет важную стабилизирующую роль с точки зрения региональной безопасности. Собеседники обменялись мыслями о последних событиях на Южном Кавказе и Восточной Европе, перспективах региональной безопасности и возможностях сотрудничества. Милет Ком опубликовал статью, где поднял вопрос, может ли армянин быть мусульманином. Тот факт, что амшенцы мусульмане, но говорят по-армянски и несут элементы армянской культуры и традиции, вызвал различные обсуждения. Одно из главных особенностей, на которые обращают внимание армяне при определении себя, это исповедание христианской веры. Тот факт, что амшенцы мусульмане, но говорят по-армянски и несут элементы армянской культуры и традиции, поставил на повестку дня вопрос о том, как следует определять армян. Первая всеобъемлющая книга об амшенцах, принадлежащая Перу Арама Аркуни, вызвала споры среди армян. Амшенцы, число которых сегодня составляет около 150 тысяч, проживают в Западной Армении, России, Грузии и в некоторых западных обществах, где есть армянская община. Аркун размышляет в книге «История общества и идентичность амшена на северо-востоке Турции, живя в Западной Армении, оккупированной Турцией». Согласно книге 1790 года н.э., когда Армения была оккупирована арабами, они под предводительством лидеров Шапуха Аматуни и сына Хамама мигрировали в понт, находящийся под властью Византии. Столетие было названо в честь Хамама Хамашен. Позже весь регион стал называться Амшен. Армяне по-разному комментировали эту книгу. Некоторые заявляли, что амшенцы-армяне независимо от их вероисповедания. Другие настаивали, что они уже турки. Некоторые отметили, что армяне существовали до рождения Христа, а христианство было принято позже и при определении армян не следует отдавать приоритет религии. Однако Национальный совет Западной Армении напоминает любителям истории, что Айк Нагапет и император Тиграм Великий существовали задолго до прихода христианства в Армению. Турецкие фальсификации заканчиваются там, где начинается правда о байке. Арменовед Карен Матевосян опубликовал в своем микроблоге эксклюзивную фотографию в двух частях, сделанную в монастыре Мушо Чарн-Тир. Самая большая рукопись на армянском языке в двух частях написана в монастыре Муш-Аракелот, который сегодня не существует. Фотография была впервые опубликована в книге «Геноцид после геноцида» в фонде изучения армянской архитектуры, взятую Сымбата Тер-Аветисяна, где указано приблизительное время 1900-1910 годы. Наличие рукописи также указывает на 1915 год. Тогда турки разграбили монастырь, а немцы связали свою долю добычи в фото, сделанное немцами. Среди разграбленного имущества, которое должно было быть отправлено в Германию, была и знаменитая резная дверь монастыря. Летом 1916 года в Багеши-Битлисе все это попало в руки армянских добровольцев и было передано находившемуся там археологу Сымбату Тер-Аветисяну с целью спасения армянских великвей. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиафлатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны. Информирует о политических и общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами. Также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что вестерн Армении ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила! И в завершении новостей послушаем песню «Амшен». Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok